Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. 1 июля, ровно 5 утра. Солнца еще нет, но птички уже так поют. Ой, я пошла опрыскивать свои томаты от паутинного клеща. Уже третий год подряд у нас стоит летом аномальная жара. Мало дождей, сухота, выше 30 градусов. И вот эта температура, она благоприятная для появления паутинных клещей. И если в прошлом году я немножко задержалась, затормозила, ну сразу, как сказать, не осознала всю эту массовость, угрозу паутинного клеща. Потому что я обычно раньше думала, что только огурцы он может повредить конкретно, томаты нет. Но оказалось, что и томаты паутинный клещ высасывает очень хорошо присяду. И вот в этом году, только закончила я последнюю высадку томатов, ну там, в том старом участке, сразу начинаю обрабатывать от паутинного клеща. Потому что вчера, вот здесь вот ползая и обстригая нижние листья, я уже заметила, не его, конечно, я увидела, а заметила его результат жизнедеятельности. И паутинки, и нижние листья сухие, скрученные. Потом, когда солнце выйдет, будет светло, я вам покажу, потому что сейчас еще немножко как сумерки, как будто плохо будет видно. Сейчас расскажу, чем буду обрабатывать. Я, конечно, во время работы, когда я буду опрыскивать, я не буду вам показывать, потому что очень неудобно одной, представьте, держать брыскалку и держать камеру. Я уже пробовала, но не получается. Я расскажу так. Буду обрабатывать народными средствами. У меня года три назад, наверное, было видео, как варить вот эту зольно-мыльную смесь. Поэтому я буду обрабатывать зольно-мыльной смесью. О том, как я его готовила, тоже постараюсь немножко кусочки показать. Потому что готовится, ну, продолжительное время. Я его сначала с золу прокипятила, потом мыло добавила, все это остудила, потом отфильтровала. И теперь буду. Самое главное, принцип работы. Что дает нам вот эта зольно-мыльная смесь? Конечно, этот, как бабушкин рецепт, это народное средство. Оно знакомо издавна всем. Не всегда же были садовые магазины, где продавались вот эти все инсектициды. А тем более от паутинного клеща. Сейчас встану. Чтобы купить вот на весь этот участок мне препарат, а вы представьте, средство от паутинного клеща обойдется дорого, конечно. Если бы просто от чего-то, вот как мы травим, например, на яплотях гусеницы или что-то простейшее. Там одна таблетка на ведро и идешь, опрыскиваешь. От паутинного клеща нет средств, чтобы купить один пакетик и на ведро. Там на маленькую. Ну, короче, на маленькую дозу. Все, сейчас расскажу. Паутинный клещ. Когда мы опрыскиваем вот этим зольно-мыльным, на листиках образовывается такая пленочка тончайшая. Она высохнет, и мы своим глазом ее не видим. Но для паутинного клеща это будет непреодолимое препятствие. У него этот хоботок, который, как у комарика, только коротенький, он не может проткнуть. Он будет не способен проткнуть. И вот эта зольно-мыльная смесь, есть ли тля какая-то на растениях, это не обязательно томаты, я сейчас и огурцы пойду опрыскивать, есть ли какая-то тля завелась, зольно-мыльная смесь и от тли вас освободит, потому что тли вообще сразу, они в этом мыльном растворе, они задыхаются, захлебываются, у них там где-то дыхательный орган где-то на пузике, что ли, и она вот так, это мыло нахлебается и погибает. Но я не знаю точно, как она там хлебает и погибает, но дело в том, что работает это так, да, зольно-мыльный раствор. Но тут самая сложность, вот сейчас придется мне тут помучиться, самая сложность в том, что нужно опрыскивать не только вот так, как мы делаем, например, витаминное опрыскивание или подкормки, которые раз, просто сверху распылил. Тут нужно ведь еще нам подлезти, чтобы нижнюю часть листа обязательно смочить вот этим вот раствором, потому что как раз паутинный клещ у нас всегда любит с тыльной стороны и появляется, и сидит, и высасывает. На поверхности никогда их нет, они вот с той стороны. И в этом сложность, вот здесь я уже немножко обработала томаты, тут внизу листьев нет, тут проще, а вот этот ряд, который у меня еще не тронутый, тут, конечно, сложно обработать все листья снизу, но хотя бы начать нужно с чего-то. Сейчас сделаю опрыскивание, сколько смогу, какие листья смочу, и я буду уже хотя бы надеяться, что меньшее количество паутиных клещей будет вонзать свои хоботки в листья моих томатов и, ну, хоть чем-то помочь им. Жарко, конечно, очень хорошо, многие завидовали, ну, как, когда у меня было весной, и май жарко-тепло, и июнь жарко-тепло, но жара приносит свои и минусы, и вот эти вот насекомые вредители, они очень любят жару, размножаются с невероятной силой, а обрабатывать днем нельзя. Вот сейчас в 5, в 6 уже будет выходить солнце, но оно и в 5 сейчас уже выйдет, 10 минут 6. Вечером жду, 3 дня ждала, когда вечером опрыскивать. 9 жарко, 10 ярко-жарко, яркое солнце, и приходится вставать рано и выходить, работать вот так вот. Ну, сейчас я начну опрыскивать, потом вам еще продолжу снимать. Так как средство совершенно безопасное, можно опрыскивать и цветочки, и листочки. Ладно, я все выключаю, то есть держу левой рукой камеру, боюсь, что уроню. Нашим огурцам тоже нужна защита от паутинного клеща, тем более вот калий, который содержится в золе, пусть и в минимальной там какой-то пропорции, он поможет избавиться нам от желтой каемки на листях огурцов, если они есть. Но у нас, у меня пока что нет ни одного такого листика. Вот и солнышко вышло, я опрыскала весь раствор, который хотела. Теперь можно спокойно рассказать, как я его готовила, из чего и в каких случаях он может помочь. В каких случаях может помочь, могу сразу сказать. Если у вас черные мушки на томатах, применяется этот раствор. Если у вас тля, применяется. Если у вас паутинный клещ, применяется. Но больше у нас никаких знакомых мне вредителей нет. Поэтому мы применяем вот от трех этих тля, черная мушка и паутинный клещ. Но у меня ни тли, ни черной мушки нет. Я борюсь только с клещами. Как я уже сказала, вот этот отвар готовится из двух компонентов. Зола и мыло. Зола в этот раз у меня своя. Мы вот эту вишню, которую вырубили, в бане сжигаем, топим баню и набрала я ведро золы. Просеяла. Короче, чтобы она была вот такой вот. И из расчета 300 грамм на ведро воды вскипятила. Но рецептуры ходят разные в интернете. Кто-то берет 200 грамм, кто-то берет 500 грамм. Но такой самый распространенный 300 грамм золы на 10 литров воды. И добавляю туда мыло. Так, с золой все ясно. Теперь мыло. Самое главное выбрать мыло, взять самое такое дурно пахнущее, самое некрасивое на вид. Вот я взяла дегтярное, потому что оно еще будет и отпугивать. Вот видите, написано, наше народное мыло. Не знаю, моется кто-нибудь им или нет. Но для приготовления вот средств для борьбы с животными, я хотела сказать, с вредителями насекомыми, самое то. Оно прям фу, вонючка, нехорошая. Вот такие обычные наши белые мыла, туалетные, лучше не брать, потому что, ну нет, они тоже помогут, но все-таки возьмите лучше, если даже не такое, просто хозяйственное, такое, или сыровато, или такого, ну, некрасивого, некрасивого вида, некрасивого, невкусного запаха. Есть прям такие кусками нарезанные, без упаковок. Чем хуже для человека мыло, тем лучше оно для борьбы вот со всеми, с этими насекомыми. Готовится оно, конечно, немножко проблематично, но ничего такого страшного нет. Я взяла вот этот вот бак, налила туда одно ведро воды, засыпала 300 грамм золы, прокипятила полчаса и нашоркала туда дегтярного мыла. Если брать рецепт 300 грамм золы на 10 литров воды, достаточно полбрусочка вот такого вот. Ну, можно взять 50, 60, 80 грамм. Я, если честно, признаюсь, я прям изшоркала всю вот эту вот, она в 100 с чем-то граммов, весь брусок. Мне хотелось, чтобы как как можно больше вот этот запах дегтярный. И сейчас я захожу в огород, представьте, по рядам прохожу, вот уже прошло час, воняет этим дегтем, такой запах неприятный. И все какие-то там были маленькие, зелененькие, все разбежались с моих томатов. Все, я прокипятила все. Видите, она, вся зола упадет в осадок, останутся там только то, что нужно. И тут обязательно этот наш раствор нужно процедить, потому что там я, видите, вот, что у меня осталось. Я попробовала цедить сначала через эту, взяла старую футболку, внука. Но очень плохо, она очень плотная и отцеживалась очень-очень, как сказать, до чистой воды почти. Нет. Потом взяла кусок шторы, капроновая штору. Я всегда люблю через капрон. И вот эту вот сыворотку делать для опрыскивания томатов, витаминную, и вообще все через капрон идеально просачивается. И тут он убирает, оставляет только вот очень такие. Ну, кстати, эти тоже могли бы, наверное, пойти. Но я все-таки боюсь, что засорится. Отцедить обязательно и все распылять. Как я уже говорила, с нижней стороны листа. Ну, а сейчас, так как солнце вышло, я хочу показать вам, особенно тем, кто не знает, по каким признакам можно узнать, что уже появился паутинный клещ, что уже звоночек и первый, и второй. Первый звоночек, это когда просто паутинка, а второй звоночек, когда листья уже желтые, уже они засыхают, они уже отмирают. Это уже, конечно, трагедия. Тема паутинного клеща и прочих вредителей других, она очень важная, и поэтому я сегодня решила не свое время, не буду экономить, все подробно расскажу и покажу. И вы их свое время тоже не жалейте, посмотрите все внимательно, потому что иногда какая-нибудь мелочь, которую мы выпускаем, она поможет. Вот сейчас я покажу, как узнать, что есть паутинный клещ. Вот смотрите, вот глядя на эти томаты, можно подумать, что ну какие здесь вредители, откуда здесь вредители. Томаты пышут здоровьем, все хорошо, но это впечатление обманчиво, пока не встанешь на коленки и не опустишься до самых-самых нижних ярусов, вы не увидите паутинного клеща очень долго. Но промедление, оно знаете, чем чревато? Мы выращиваем рассаду всю зиму, весной стараемся сохранить, потом высаживаем долго все, но как только заведется паутинный клещ, он может в течение месяца, сначала вроде это незаметно, а потом, когда вы увидите, будет уже поздно. Он высосет всю эту зеленую массу, все соки с этих растений он высосет. Так, сейчас покажу первый признак, по которому можно узнать, что есть паутинный клещ. Опускаемся на коленки. Опа! Так, сейчас, подождите, мне придется даже еще и лечь, что ли тут. Вот смотрите, вот вчера я обрезала листики здесь. И, не знаю, видно вам или нет, как бы передать это все. И вот здесь я вижу паутина, которой окутан вот этот мой томат. Вот смотрите, такая нежная, вот она блестит. Не знаю, видно вам или нет, но мне видно. Вот блестит паутина, она трепещется, и вот дальше, 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 и весь вот этот томатный куст, вот она она, вот она. Я хочу, чтобы вы увидели, но не знаю, все отсвечивает. Вот она, эта паутина, и весь этот куст, он уже опутан паутиной. Это значит, что вот эти невидимые твари, они, вот с этой стыльной стороны листьев, где-то уже присоседились, приспособились, и уже готовы высасывать соки с моих томатов. А может быть, уже и высасывают, не просто готовы. Томаты, конечно, жалко, смотрите, какие, ой, подожди, я тут поползаю сегодня немножко. Смотрите, какие прекрасные томаты, и очень жалко, что вот эти кисти будут первые и последние в этом году. Нет, конечно, я им не позволю. Вот уже обработанные листы. Ясно, что внешний вид не очень. Все это вот, вся эта зола, все это мыло, оно все равно видимо, эстетика немножко теряется, но тут уже выбора нет. Надо бороться с клещами. Все. Сейчас я покажу вам это вот. Еще нет каких-то урон, не нанесли они этому томату. Есть листья, которые уже они высосали. Вот нашла. Тут томат был мураганом сломался, я подсаживала молодой молодой томатик, и вот на этом листике явно видно, но тут еще даже плохо видно, что пятна начинают как бы фрагментами локально появляться желтизна. Они не откушены, они не обгрызаны, потому что кусать паутинному клещу нечем, у него только хоботок. Он начинает вот с этой стороны делать проколы, высасывает, переползает дальше, высасывает, переползает дальше, и там, где он высосал, там появляются желтые пятна, листик засыхает. Я вчера начала, по низу как ползла, начала обрезать листья и увидела ужас! Все опутано вот этой паутиной, весь огород на нижних ярусах. Вот такие паутины, невидимые глазу, но когда сосредоточено что-нибудь делаешь, вот этот ряд сегодня тоже буду обрабатывать, скорее всего, тут тоже есть паутинки, хотя еще никакого ущерба он не нанес. Томаты здоровые, сильные, все, но нужно вовремя предотвратить покрытие этим слоем, вот этой пленкой. Ну вот огуречные листья тоже стали такими некрасивенькими, с таким сналетом, но ничего. Еще хочу сказать, что можно просто разводить мыло без золы. Говорят, что даже одной вот этой мыльной тончайшей пленочки хватает для того, чтобы паутинный клещ не смог уже вонзать свои хоботки в листья. У меня вот тоже на первой стадии, на ранней стадии у огурцов завелся паутинный клещ сразу же, но когда они были маленькие, можно было опрыскать просто фитовермом, я так и сделала, а вот теперь, когда они большие, а жара стоит по-прежнему, и по-прежнему есть угроза паутиных клещей на огурцах, не дадут развиваться хорошо, то, конечно, фитоверма столько не укупишь, буду варить зольно-мыльный раствор. кстати, некоторые опрыскивают просто мылом, разводят моющее средство для мытья посуды, делают опрыскивание, вот одна моя знакомая сказала, она говорит, и это помогает, пленкой покрывается листик, и все, тогда не могут вот эти насекомые уже, так, ну все, разобрались, сказала, что можно одно мыло, а золу все-таки добавляем, во-первых, там много всяких вот этих вот полезных веществ, и это одновременно получается, как что мы и протравливаем, и добавляем что-то, как подвид подкормки, и еще оно, как вредители не любят золу эту, оно и, как сказать, и как убийственное такое, какое-то у него свойство есть для насекомых, а для растений, наоборот, живительное, оживляющее. Все, до свидания, с вами была Ольга Чернова, сегодня, наконец-то, я обработала свои томаты, но еще не все, пошла варить очередной бак зелия своего, и сегодня вечером постараюсь дойти все поле до конца, потому что ситуация критическая, столько паутинок, страшно, хоть караул кричи. Все, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok